В далёком 2017 году на Московском монетном дворе была выпущена вот такая прелесть в связи с тем, что вспомнили, что есть такой объект в Российской Федерации, как Тамбовская область. Ну и поскольку на гербе всё-таки изображён герб Тамбова в том числе, то как бы он бы, кстати, пришёлся к сегодняшнему у нас дню, сегодня у нас день, когда мы празднуем День города Тамбова, так скажем. Сегодня 384 года всего-то, год основания 1636, и вот День города отмечается именно сегодня, 12 июня, хотя вот в связи с пандемией массовые мероприятия в честь Дня города отменятся, возможно, а может быть и перенесены. Ну, я надеюсь, что салютов всё-таки будет. Итак, Тамбов – это такой город в России, административный центр Тамбовской области. Город основал 27 апреля 1636 года воевода Роман Бабарыкин в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля для отражения набегов крымских татар и нагайцев. Для строительства Тамбова выбрали холм на месте слияния реки Цны и Студенца. К концу 17 века город стал одним из сборных пунктов войск, принимавших участие в азовских походах, а местная древесина стала основой 1-го русского флота. В ноябре 1775 Екатерина II подписала закон о учреждении для управления губернией, который привел в том числе к основанию Тамбовского наместничества. В Тамбове турист может найти много интересных и просто приятных мест в числе последних Парк Победы, на территории которого находятся экспозиции боевой техники, Центральный парк культуры и отдыха и Альгебиновская роща. В городе действует несколько храмов, Пасопреображенский кафедральный собор, Церковь Казанской иконы Божьей Матери, Церковь Иоанна Кронштадтского и другие. Здесь также находятся Казанские мужской и Вознесенские женские монастыри. Стоит также оценить некоторые общественные здания, гостиный двор, дом музея Чечерина, здание Краеведческого музея, усадьбу фабриканта Асеева. День города в Тамбове отмечается, как я уже сказал, 12 июня, одновременно с другим значимым событием Днём России. Так совпало. Отметьте этот праздник или любой другой, или просто поужинать, можно в одном из заведений города. Здесь насчитывается около 20 ресторанов, столько же баров, примерно 70 кафе и несколько кофеен. Подавляющая часть сувенирной продукции, которая изготавливается и продается в Тамбове, посвящена главному местному товарищу. С календарей, футболок, кружек, магнитов на турист смотрит Тамбовский волк. С этим символом связан исторический анекдот. В петровское время на торг в Москву приезжали английские купцы. Они обратили внимание на огромные волчьи шкуры, светло-палевые окраски, которые продавали Тамбовчане. Купили несколько штук. Вернувшись в Лондон, показали королю. Король приказал закупить в России как можно больше таких шкур. Они ему сильно понравились. В Москве англичане отправились искать продавцов нужного товара, опрашивая прохожих, где есть Тамбовские волки. Москвичи сразу поняли, кого они ищут и прозвали купцов из Тамбова Тамбовскими волками. Ну, что еще? Вот герб Тамбова – это старинный символ города. Впервые высочайше утвержденной императрицей Анной Иоанновной в 1730 году. И подтвержденной императрицей Екатериной Великой в 1781 году. И восстановленный в использовании решения Тамбовского городского думы в 1996 году. Герб Тамбова представляет собой геральдический щит в лазуре, синим-голубом, поле которого на зеленой конечности заворожен золотой улей, сопровождаемый во главе тремя золотыми пчелами, положенными веерообразно. Улей и пчелы напоминают о богатстве города, трудолюбии, согласии и добрососедстве его жителей. Вот такое у нас событие. Ну, поскольку все-таки день города, какой-то анекдот, что-то типа надо вспомнить. Вот в конкурсе тамбовских подкаблучников победил мужик, который не приехал на конкурс, потому что его жена не пустила. У меня жена Тамбовчанка, она без меня вообще ничего решить не может. Все решаю я сам. Вот мне жена так и говорит, решай сам. Сейчас будешь полы мыть или послезавтра. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.